Куклы живые Человеком можно управлять так же, как марионеткой, даже без его ведомства. Чтобы понять, кто и как может управлять нами, мы провели несколько экспериментов, основанных на применении техник НЛП – нейролингвистического программирования. Я боюсь, нет! Пожалуйста, нет! Выяснили, как простые слова могут вызывать реальную болезнь или даже изменить состав крови. Мы можем изменить количество лейкоцитов в крови, количество эритроцитов, тромбоцитов. Что надо, то и сделаем. Что такое нейролингвистическое программирование? Почему критики называют его псевдонаукой? И какими психологическими техниками пользуются сотрудники спецслужб, тренеры национальных сборных и консультанты первых лиц государства? Все участники экспериментов, которые будут показаны в этом фильме, были заранее предупреждены, что на них будет оказано серьезное психологическое воздействие, ознакомлены с возможными последствиями и подписали официальное согласие на участие в испытаниях. Я Бронцев Сергей, я являюсь чемпионом Японии по косике каратэ. Я, Сапа Кирилл Александрович, являюсь двукратным чемпионом мира по косике каратэ. Сергей и Кирилл – участники нашего первого эксперимента. Перед началом испытаний мы попросили команду спортивных тренеров подобрать кандидатов, максимально равных по уровню подготовки и физической форме. На примере этих каратистов мы подтвердим или опровергнем утверждение, что при помощи техник нейролингвистического программирования можно за несколько часов превратить одного спортсмена из чемпиона в аутсайдера. А выносливость и уверенность другого, наоборот, многократно повысит. Работать с участниками эксперимента будут одновременно два специалиста. Михаил Плехатый – выпускник Академии внешней разведки, психолог, консультант первых лиц крупнейших российских предприятий и лидеров политических партий, тренер Международной ассоциации НЛП. Евгений Спирица – выпускник спецкурсов МВД, эксперт-полиграфолог, эксперт по вопросам безопасности и антитеррористической деятельности, тренер Международной ассоциации НЛП. В первую очередь специалистам предстояло определить психотип каждого из героев. На это у них ушло всего несколько секунд. Причем героев они не столько слушали, сколько внимательно рассматривали. Ведь мимика, жесты или положение тела могут рассказать о нас гораздо больше, чем слова. Сергей сразу каким-то образом начал проявлять некое такое нересурсное состояние тревожности. Если вы обратите внимание, появлялись очень интересные такие характерные приметы. А именно так называемый треугольник беспокойства, когда Сергей говорил, у него здесь проявлялись на лице вот такие вот морщинки. А цель в жизни? Цель в жизни? Ну, некое стандартное, завести семью и жить хорошо, в удовольствии. А у другого человека, у Кирилла, всегда было спокойствие. То есть в любой ситуации он оставался спокойным. Спокойствие, гордость за свои достижения – это вот та базовая эмоция, которая была присуща ему. Тэмишевари. Разбивание твердых предметов незащищенными частями тела. В боевых искусствах позволяет оценить силу удара разных спортсменов и прогресс каждого. До начала эксперимента оба каратиста легко разбивали рукой по три сосновых доски. В тот момент с трудом верилось в слова НЛП-тренеров, что после короткого психологического воздействия чемпион Японии Сергей не сможет осилить даже одной, а Кирилл, наоборот, будет рваться, разбить как можно больше. Но в итоге согласие принять участие в эксперименте чуть не обернулось для Сергея куда более серьезными последствиями, чем неразбитые доски. Было желание дать кому-нибудь из вас в лицо. За что спортсмен разозлился на работавших с ним психологов, а за одну съемочную группу, расскажем чуть позже. А пока разберемся, что же такое нейролингвистическое программирование. Америка. 70-е годы 20 века. Несколько человек, включая психолога Джона Гриндера, доктора философии Майкла Холла и лингвиста, а в прошлом агента ЦРУ Ричарда Бандлера, решают замахнуться практически на невозможное. Они проделали колоссальную работу. Они проанализировали работу порядка 20-30 лучших специалистов психотерапии того времени. Они записывали на диктофон сначала, потом на видео, сеансы Роджерса, Вирджинии Сатир и многих-многих-многих других. Сделали такое направление, которое попыталось сделать все самое-самое эффективное, самое работающее из разных видов психотерапии. Бихевиоральный, гештальт, когнитивный и так далее. Все, что работает, они объединили под маркой НЛП. За это и потом их ругали, потому что, смотришь, техники знакомые, и знаешь, откуда они, знаешь, кто автор. А здесь подается так, как будто бы они сами это придумали. По сути, создатели НЛП собрали самые эффективные модели поведения и психологического воздействия на человека и начали их применять, сконцентрировав свое внимание на вопросе, что работает, а не как это работает. Насколько опасным может быть такой подход в неопытных руках, станет понятно в ходе некоторых наших экспериментов. Индонезийский ритуальный танец – кечек. В некоторых культурах такие танцы, как этот, считаются способом общения с духами и богами. Однообразные энергичные движения, выкрики, ритмичная музыка приводят танцоров в состояние транса, глубокого погружения в себя и отключения от внешнего мира. В таком состоянии они могут выдерживать на ногах многочасовые церемонии и даже не чувствовать усталости и боли. Понятие «транс» у большинства людей чаще всего вызывает именно такие, слегка мистические образы. Но на самом деле это одно из естественных состояний нашего мозга. Трансовое состояние очень знакомо любому человеку. Задумался, замечтался – это примеры трансовых состояний. Ага, переживания, когда ты вдруг что-то понял. Практически любая попытка что-то вспомнить, представить, сосредоточиться на ритмичных звуках или монотонной ходьбе приводит к лёгкому трансовому состоянию, то есть перемещению фокуса внимания внутрь самого себя. В такие моменты у человека снижается степень сознательного участия в обработке информации, которая поступает из внешнего мира. И именно в это время он больше всего подвержен влиянию извне. Это свойство нашей психики активно используют психотерапевты, гипнотизёры и мастера НЛП. После того, как оба спортсмена успешно и с лёгкостью разбили одинаковое количество досок, с каждым из них провели короткую беседу. Начали с просьбы припомнить некоторые детали выступлений и проанализировать их. Этого разговора должно было быть достаточно, чтобы Вера Сергеев в свои силы начала угасать, а у Кирилла, наоборот, крепнуть. Если ты сейчас легко представишь, как ломаются четыре доски, то, что ты чувствуешь в этот момент, как рука проходит в это масло, то есть практически нет никакого сопротивления. Как ты думаешь, ты всё контролировал? А рука не сильно болела когда-то? Нет. А сейчас? И сейчас нет. Была очень важная подстройка по дыханию, когда мы беседовали с Сергеем, такие вот выдохи и погружение его в нересурсное. Вот это вот ресурсное состояние, вот это, как вы видите, не очень-то ресурсное состояние. Естественно, структура слов, которые было для Кирилла, это были слова с ресурсной, позитивной коннотацией, да, позитивным окрасом, а для Сергея это были слова нересурсные, с негативной коннотацией. Слушай, ну не сможешь и не сможешь, чего, какая разница, если... Да, ну... Ты сейчас легко представишь, как ломаются четыре доски, как рука проходит в это масло, да. В разговоре с Сергеем специалисты часто использовали частицу «не». «Не волнуйся, не расстраивайся, не переживай». Частица не игнорируется бессознательно. И когда мы говорим, одерживая близкого человека, не переживай, мы еще больше погружаем его в это состояние. То есть последствия будут не катастрофические. Тут же внимание Сергея обращают на то, что в зале присутствует медицинский работник и страховой агент, которых не было здесь во время разговора с Кириллом. Ну, согласитесь, что если присутствует страховой агент, значит, страховой агент будет говорить о чем? О том, что может что-то случиться, что-то, чего нужно избегать. И это сразу погружение в негативный опыт. После беседы спортсменам желают удачи и просто отпускают домой. До следующего утра. Любое состояние, если вы вместе с этим состоянием погружаетесь в измененное состояние сознания, то есть, например, сон, оно начинает закрепляться на бессознательном уровне. Его очень трудно вытеснить. Поэтому мы и разбили эксперимент на два этапа. Это было принципиально важно. Страхи. Они хранятся в наших генах тысячелетиями. Зарождение страха невозможно контролировать. Его запускает бессознательная программа, которая лежит в основе инстинкта самосохранения. Особенно сложно справляться с самыми древними страхами. Боязнь змей, как потенциально опасных животных, как раз из таких. Участница нашего следующего эксперимента Ольга панически боится змей. Девушка – звукорежиссер, и по работе ей приходится бывать в странах, где вероятность встретить змею довольно велика. Контролировать свои эмоции в такие моменты Ольга не умеет совершенствовать. Ай! Кто шипит? Я боюсь! Нет! Пожалуйста, нет! Пожалуйста, не надо! Нет! Различают три вида реакций на страх – замирание, агрессию и бегство. Что предпочесть в каждом конкретном случае, наш организм решает за доли секунды. Это был один из самых сильных моих испугов за всю мою жизнь. У меня абсолютно отключился мозг, и я даже не понимала, что я делаю абсолютно. На этот раз перед НЛП-тренерами стоит еще более серьезная задача – избавить человека от фобии. Цель – убрать страх настолько, чтобы девушка могла не только спокойно находиться рядом со змеями, но и не боялась прикасаться к ним. И не за серию сеансов, а всего за 30 минут. Вспоминая реакцию Ольги, кажется, что задача невыполнима. Специалисты не будут прибегать к логике и убеждать Ольгу в рациональности страха. Они попытаются запутать ее мозг, используя несколько психологических техник. Первое, что мы делали, так называемый коллапс якорей. Понятие якоря и техника якорения очень популярны в нейролингвистическом программировании. Эта техника очень похожа на выработку условных рефлексов у собак Павлова. Разработанная им методика фистульных операций на животных позволила изучать пищеварение в условиях хронического эксперимента. Каждый раз перед едой животные видели вспышку света. Она настолько прочно начинала ассоциироваться у собак с пищей, что в дальнейшем, когда собаки видели свет, у них начинала вырабатываться слюна, вне зависимости от наличия или отсутствия еды. В особо эмоциональный момент наше подсознание очень восприимчиво, и как собака Павлова цепляется за определенные изображения, звуки или запахи. Прикосновение к змее было для Ольги якорем, который моментально запустил страх, панику и чувство брезгливости. Специалисты выяснили, что является точно таким же якорем для спокойствия, умиротворения и удовольствия. Это оказалась кошка. Ольгу просили в деталях представить и описать мягкую кошачью шерсть и удовольствие от тактильного контакта с животными. А после этого я начал их путать. То есть в той точке, где я говорил про кошку, я начал говорить про змею, в той точке, где я про змею начал говорить про кошку. И тем самым получилось такое микротрансовое наведение, то есть переструктурирование опыта. Если на нее посмотреть повнимательнее, она в этот момент времени начала смеяться. Нет. То есть до змеи дотрагиваться как? В смысле до кошки. Ну, то есть если... Я поняла, как он... То есть мне неприятно. Проще говоря, мозг просто запутался. Какую эмоцию и на какой стимул выдавать? Змея больше не была связана с чувством отвращения и паники так сильно, как раньше. Теперь она вызывала интерес. Когда Ольга все-таки решилась потрогать гигантского питона, он не показался ей ни скользким, ни холодным, а вызвал совершенно иные ассоциации. Питон, похожий на сумку, ужаса уже не вызывал. Затем с Ольгой проработали еще несколько техник. В самом начале она сказала работавшим с ней специалистам, что ее бы успокоил волокордин. Именно этого лекарства ни у кого из присутствующих не оказалось. Но на протяжении всего эксперимента Ольге периодически предлагали вспомнить его вкус и запах. Ощущения какие на кончике языка, когда чуть-чуть, ставь себе мензурка с волокордином, с мысленным, и ты пьешь этот мысленный волокордин. И вот он попал на кончик языка. Есть такой феномен в гипнозе психосоматической пластичности. Вот если у человека есть память на воздействие какого-то лекарства, например, мы можем воспроизвести воздействие этого лекарства. Лекарства нет, но погрузили в гипноз и вызвали такие же эффекты в организме, как будто бы человек принял лекарство. Этим механизмами я воспользовался, и поэтому Олю несколько раз я напоил глотками такого виртуального волокордина. Если вы обратили внимание, она реально успокоилась. Это все было проделано в комплексе для того, чтобы убрать вот этот именно иррациональный страх. Потому что страх змей, он достаточно сильный. Уже после того, как эксперимент был завершен, а съемочная группа начала собирать оборудование, произошло что-то совершенно невероятное. Оля сама подошла к звукоинженеру, который в этот момент держал в руках змею и не отходила от питона несколько минут. На самом деле происходящая не случайность, а побочный эффект психологического воздействия. Мы уже говорили, что в неопытных руках НЛП, по сути, набор методов из различных направлений психотерапии и психологии, может оказаться опасным. Это как раз тот случай. Человек без базового образования в области психологии и психотерапии легко мог бы пропустить такой момент. Специалисты заранее предупредили нас, что сразу после эксперимента Ольгу нельзя будет надолго оставлять рядом со змеей. Да, существуют такие побочные эффекты, поэтому мы в обязательном порядке, когда работаем с людьми, избавляем их от страхов, от фобий, проговариваем, до какого уровня им нужно избегать. То есть, ну, например, страх высоты. Что для тебя достаточно, чтобы ты мог выходить на балкон своего 17-этажного дома на 16-м этаже и спокойно смотреть, или же ты хочешь теперь сходить по перилам на этом балконе? Да, это разные абсолютно вещи. А люди, которые преодолевают свой страх, они начинают идти гораздо дальше. Поэтому мы ограничения всегда ставим. Это самый опасный из наших экспериментов. Специалисты НЛП попробуют вызвать у добровольца реальные заболевания. Аллергию на цитрусовые. Перед началом эксперимента у героев взяли аллергологические пробы. При обследовании Альфреда, учитывая его данные анамнеза, результаты аллергологического обследования, каких-либо данных за аллергическое заболевание у него нет. Альфред – юрист, но в будущем планирует стать НЛП-тренером. Ему очень хотелось на себе испытать возможности психологического воздействия. К месту проведения эксперимента он приехал за час до назначенного времени. Боялся опоздать. Но через минуту после начала съемки специалисты НЛП предложили все отменить. Господа, я понимаю, но эта ситуация у вас примерно такая же, как у меня. Вы не знаете, что делать, я не знаю, что делать. Он вообще не подходит для вас? Он вообще не подходит. Ну, я не знаю, что с ним делать. Бывают типы людей, когда не знаешь, что с ними делать. К сожалению. Ситуация, которая называется вот такая, безусходная. Альфред не понимал, как вести себя в данной ситуации. Встать и уйти или остаться. Чувствовал свою ответственность за срыв съемки эксперимента. Съемочная группа показательно злилась и выражала свое недовольство происходящим. А НЛП-тренеры, как бы в рамках беседы братьев по несчастью, вспоминали с Альфредом ситуации неловкости и беспомощности, случаи, когда что-то в жизни у каждого не удавалось или приносило разочарование. Особенно из детства и ранней юности. Мы просили, чтобы человек погрузился в свои детские переживания, воспоминания. Так называемая возрастная регрессия. Это гимнатическая техника. Она пришла к нам из гипноза. То и дело упоминались апельсины. Их резкий запах или сжение от сока, брызнувшего в глаза. Мы делали модельную ситуацию возникновения психосоматической аллергии. У человека есть три состояния, которые являются пагубными для психического состояния. Это состояние беспомощности, безнадёжности и безысходности. То есть человек попадает в состояние беспомощности, и в этот момент времени ему предъявляется апельсин, который затрагивает несколько каналов восприятия. Он достаточно яркий. От него идёт сильный запах. И вкус тоже понятный. Ну, ощущения при этом тоже определённые возникают. Эта ситуация якорится. В следующий раз, когда человек начинает предъявлять апельсин, и он начинает его есть, он автоматически возвращается в то же самое состояние беспомощности. Самый простой механизм, каким образом нашему бессознательному сделать так, чтобы человек не попадал в состояние беспомощности. Сделать так, чтобы апельсины не попадались на его жизненном пути, и возникает психосоматическая аллергия. Конечно, вовремя упомянуть апельсина в разговорах о детских неудачах и травмах недостаточно, чтобы у человека развилась аллергия. Во время работы Михаил делал ещё кое-что. Периодически описывал в деталях физические ощущения, очень похожие на аллергические реакции. Зуд, слезящиеся глаза, покраснение, заложенность носа. Интересуюсь, не чувствует ли окружающий того же. Какой-то зуд появляется, непонятный, в щеках. Где-где? В щеках? Покажи точно, где. Здесь. Здесь. Там просто не начинается покраснение? Чуть-чуть. Начинается? Да-да. Примерно таким же способом на гипнотических сеансах у человека вызывают временную слепоту, жар или паралич. Мозг имеет колоссальный опыт различных состояний. Память тела мы используем во время сеансов. Можем изменить количество лейкоцитов в крови, количество эритроцитов, тромбоцитов. Что надо, то и сделаем. С мозгом нужно разговаривать на том языке, который ему знаком. Если мы скажем, измените количество эритроцитов, ничего не изменится. Но если мы даем ощущение жара в эпигастральной области, жар, который идет изнутри, если это действительно ощущается человеком, да, действительно, и щеки становятся розовыми, и количество эритроцитов в крови увеличивается, количество лейкоцитов тоже повысится. К концу дня даже одна долька апельсина вызывала у Альфреда все характерные признаки аллергической реакции. Покраснели и начали слезиться глаза, появился зуд, стало сложнее дышать. Через неделю ситуация и не изменилась. Это то, что называется псевдоаллергическая реакция. Клиническая картина при псевдоаллергических реакциях абсолютно такая же, как при истинной аллергии. Причин возникновения псевдоаллергии очень много. Это могут быть и нарушения желудочно-кишечного тракта, эндокринные нарушения, очаги хронических инфекций, а также возможные стрессовые факторы. При псевдоаллергиях, в отличие от аллергий реальных, иммунная система не вырабатывает характерных антител. Но неудобств псевдоаллергии приносит ничуть не меньше и тоже может стать хронической. Зная механизм возникновения подобных псевдоаллергий, многие из них можно вылечить. Так что в финале эксперимента здоровье Альфреда, конечно же, восстановили. Настало время подвести итоги нашего первого эксперимента. Напомним, мы решили проверить, можно ли за очень короткое время при помощи техник нейролингвистического программирования сделать одного человека лидером, а другого аутсайдером. Первым идет разбивать доски Кирилл. Сегодня их больше, чем вчера. Но именно этого каратиста настраивали на успех. Мне почему-то не знаю, кажется, что не точно. Мне кажется, что я ломаю толщину. Все это время за Кириллом наблюдает Сергей. Сегодня он бледный и почти не улыбается. Если ему не удастся разбить доски, это с высокой долей вероятности грозит ему серьезной травмой руки. Но ведь буквально вчера все получалось очень легко. Нет, я не готов пока бить доски. Стоп, 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 стоп. Выдыхаем сейчас, все нормально. Вчера мы встроили некоторую тревожность. И тревожность, которая у человека переходит в сон, в измененное состояние сознания, она начинает прорастать и давать свои плоды. То есть это наша вина за происходящее, которую, собственно, мы должны будем изменить и исправить. На самом деле, после общения с Сергеем сегодня утром специалисты решили, что в любом случае, в последний момент, не дадут ему бить доски, чтобы не рисковать его здоровьем и карьерой. Тем более, что в ближайшее время у спортсменов соревнования в Японии. Если вы понимаете хотя бы чуть-чуть, что с вами могут сделать, то эти вещи с вами уже не будут происходить. Это сродни прививки. Если вам сделали прививку, то настоящая болезнь вас уже не берет. Об этичности методов НЛП можно спорить бесконечно. Но понимание, как действуют те или иные механизмы психологического воздействия, дает нам гораздо больше шансов защитить себя от него. Ведь в обычной жизни в финале вряд ли придут профессионалы и все исправят. Вот, отлично. Ресурс на себя. И трешку, так, чтобы по колену в душу. Разбивать? Разбиваем, да. Эй! Эй! Легкие движения пальцев и послушные марионетки мгновенно отзываются. Скидывают руки, ударяются в слезы, любят и убивают друг друга. Кукловод точно знает, за какую нить потянуть, чтобы зритель поверил, что куклы живые. Человеком можно управлять так же, как марионеткой, даже без его ведомства. Чтобы понять, кто и как может управлять нами, мы провели несколько экспериментов, основанных на применении техник НЛП – нейролингвистического программирования. Я боюсь, нет! Пожалуйста, нет! Выяснили, как простые слова могут вызывать реальную болезнь или даже изменить состав крови. Мы можем изменить количество лейкоцитов в крови, количество эритроцитов, тромбоцитов. Что надо, то и сделаем. Что такое нейролингвистическое программирование? Почему критики называют его псевдонаукой? И какими психологическими техниками пользуются сотрудники спецслужб, тренеры национальных сборных и консультанты первых лиц государства? Все участники экспериментов, которые будут показаны в этом фильме, были заранее предупреждены, что на них будет оказано серьезное психологическое воздействие, ознакомлены с возможными последствиями и подписали официальное согласие на участие в испытаниях. Я Бронцев Сергей, я являюсь чемпионом Японии по косике карате. Я, Сапа Кирилл Александрович, являюсь двукратным чемпионом мира по косике карате. Сергей и Кирилл – участники нашего первого эксперимента. Перед началом испытаний мы попросили команду спортивных тренеров подобрать кандидатов, максимально равных по уровню подготовки и физической форме. На примере этих каратистов мы подтвердим или опровергнем утверждение, что при помощи техник нейролингвистического программирования можно за несколько часов превратить одного спортсмена из чемпиона в аутсайдера. А выносливость и уверенность другого – наоборот, многократно повысить. Работать с участниками эксперимента будут одновременно два специалиста. Михаил Плехатый – выпускник Академии внешней разведки, психолог, консультант первых лиц крупнейших российских предприятий и лидеров политических партий, тренер Международной ассоциации НЛП. Евгений Спирица – выпускник спецкурсов МВД, эксперт-полиграфолог, эксперт по вопросам безопасности и антитеррористической деятельности, тренер Международной ассоциации НЛП. В первую очередь специалистам предстояло определить психотип каждого из героев. На это у них ушло всего несколько секунд. Причем героев они не столько слушали, сколько внимательно рассматривали. Ведь мимика, жесты или положение тела могут рассказать о нас гораздо больше, чем слова. Сергей сразу каким-то образом начал проявлять некое такое нересурсное состояние тревожности. Если вы обратите внимание, появлялись очень интересные такие характерные приметы. А именно так называемый треугольник беспокойства, когда Сергей говорил, у него здесь вот проявлялись на лице вот такие вот морщинки. А цель в жизни? Цель в жизни? Ну, некое стандартное – завести семью и жить хорошо, в удовольствии. А у другого человека, у Кирилла, всегда было спокойствие. То есть в любой ситуации он оставался спокойным. Спокойствие, гордость за свои достижения – это вот та базовая эмоция, которая была присуща ему. Тэмишевари. Разбивание твердых предметов незащищенными частями тела. В боевых искусствах позволяет оценить силу удара разных спортсменов и прогресс каждого. До начала эксперимента оба каратиста легко разбивали рукой по три сосновых доски. В тот момент с трудом верилось в слова НЛП-тренеров, что после короткого психологического воздействия чемпион Японии Сергей не сможет осилить даже одной. А Кирилл, наоборот, будет рваться, разбить как можно больше. Но в итоге согласие принять участие в эксперименте чуть не обернулось для Сергея куда более серьезными последствиями, чем неразбитые доски. Было желание дать кому-нибудь из вас в лицо. За что спортсмен разозлился на работавших с ним психологов, а за одну и съемочную группу, расскажем чуть позже. А пока разберемся, что же такое нейролингвистическое программирование. Америка. 70-е годы 20 века. Несколько человек, включая психолога Джона Гриндера, доктора философии Майкла Холла и лингвиста, а в прошлом агента ЦРУ Ричарда Бандлера, решают замахнуться практически на невозможное. Они проделали колоссальную работу. Они проанализировали работу порядка 20-30 лучших специалистов психотерапии того времени. Они записывали на диктофон сначала, потом на видео, сеансы Роджерса, Вирджинии Сатир и многих-многих-многих других. Сделали такое направление, которое попыталось сделать все самое-самое эффективное, самое работающее из разных видов психотерапии. Бихевиоральный, гештальт, когнитивный и так далее. Все, что работает, они объединили под маркой НЛП. За это и потом их ругали, потому что, смотришь, техники знакомые, и знаешь, откуда они, знаешь, кто автор. А здесь подается так, как будто бы они сами это придумали. По сути, создатели НЛП собрали самые эффективные модели поведения и психологического воздействия на человека и начали их применять, сконцентрировав свое внимание на вопросе, что работает, а не как это работает. Насколько опасным может быть такой подход в неопытных руках, станет понятно в ходе некоторых наших экспериментов. Индонезийский ритуальный танец – кечек. В некоторых культурах такие танцы, как этот, считаются способом общения с духами и богами. Однообразные энергичные движения, выкрики, ритмичная музыка приводят танцоров в состояние транса, глубокого погружения в себя и отключения от внешнего мира. В таком состоянии они могут выдерживать на ногах многочасовые церемонии и даже не чувствовать усталости и боли. Понятие «транс» у большинства людей чаще всего вызывает именно такие, слегка мистические образы. Но на самом деле это одно из естественных состояний нашего мозга. Трансовое состояние очень знакомо любому человеку. Задумался, замечтался – это примеры трансовых состояний. Ага, переживания, когда ты вдруг что-то понял. Практически любая попытка что-то вспомнить, представить, сосредоточиться на ритмичных звуках или монотонной ходьбе приводит к легкому трансовому состоянию, то есть перемещению фокуса внимания внутрь самого себя. В такие моменты у человека снижается степень сознательного участия в обработке информации, которая поступает из внешнего мира. И именно в это время он больше всего подвержен влиянию извне. Это свойство нашей психики активно используют психотерапевты, гипнотизеры и мастера НЛП. После того, как оба спортсмена успешно и с легкостью разбили одинаковое количество досок, с каждым из них провели короткую беседу. Начали с просьбы припомнить некоторые детали выступлений и проанализировать их. Этого разговора должно было быть достаточно, чтобы Вера Сергеев в свои силы начала угасать, а у Кирилла, наоборот, крепнуть. Если ты сейчас легко представишь, как ломаются четыре доски, что ты чувствуешь в этот момент, как рука проходит в это масло, то есть практически нет никакого сопротивления. Как ты думаешь, ты все контролировал? От рука не сильно болела, когда ты был? Нет. А сейчас? И сейчас нет. Была очень важная подстройка по дыханию, когда мы беседовали с Сергеем. Такие вот выдохи и погружение его в нересурсное состояние. Вот это вот ресурсное состояние, вот это, как вы видите, не очень-то ресурсное состояние. Естественно, структура слов, которые было для Кирилла, это были слова с ресурсной позитивной коннотацией, да, позитивным окрасом. А для Сергея это были слова нересурсные, с негативной коннотацией. Слушай, ну не сможешь и не сможешь. Какая разница, если... Да, ну... Ты сейчас легко представишь, как ломаются четыре доски, как рука проходит в это масло, да. В разговоре с Сергеем специалисты часто использовали частицу «не». Не волнуйся, не расстраивайся, не переживай. Частица «не» игнорируется бессознательно. И когда мы говорим, поддерживая близкого человека, не переживай, мы еще больше погружаем его в это состояние. То есть последствия будут не катастрофические. Тут же внимание Сергея обращают на то, что в зале присутствует медицинский работник и страховой агент, которых не было здесь во время разговора с Кириллом. Ну, согласитесь, что если присутствует страховой агент, значит, страховой агент будет говорить о чем? О том, что может что-то случиться. Что-то, чего нужно избегать. И это сразу погружение в негативный опыт. После беседы спортсменам желают удачи и просто отпускают домой. До следующего утра. Любое состояние, если вы вместе с этим состоянием погружаетесь в измененное состояние сознания, то есть, например, в сон, оно начинает закрепляться на бессознательном уровне. Его очень трудно вытеснить. Поэтому мы и разбили эксперимент на два этапа. Это было принципиально важно. Страхи. Они хранятся в наших генах тысячелетиями. Зарождение страха невозможно контролировать. Его запускает бессознательная программа, которая лежит в основе инстинкта самосохранения. Особенно сложно справляться с самыми древними страхами. Боязнь змей, как потенциально опасных животных, как раз из таких. Участница нашего следующего эксперимента Ольга панически боится змей. Девушка – звукорежиссер, и по работе ей приходится бывать в странах, где вероятность встретить змею довольно велика. Контролировать свои эмоции в такие моменты Ольга не умеет совершенно. Ай! Кто ошибет? Я боюсь! Нет! Пожалуйста, нет! Пожалуйста, не надо! Нет! Различают три вида реакций на страх – замирание, агрессию и бегство. Что предпочесть в каждом конкретном случае, наш организм решает за доли секунды. Это был один из самых сильных моих испугов за всю мою жизнь. У меня абсолютно отключился мозг, и я даже не понимала, что я делаю абсолютно. На этот раз перед НЛП-тренерами стоит еще более серьезная задача – избавить человека от фобии. Цель – убрать страх настолько, чтобы девушка могла не только спокойно находиться рядом со змеями, но и не боялась прикасаться к ним. И не за серию сеансов, а всего за 30 минут. Вспоминая реакцию Ольги, кажется, что задача невыполнима. Специалисты не будут прибегать к логике и убеждать Ольгу в рациональности страха. Они попытаются запутать ее мозг, используя несколько психологических техник. Первое, что мы делали, так называемый коллапс якорей. Понятие якоря и техника якорения очень популярны в нейролингвистическом программировании. Эта техника очень похожа на выработку условных рефлексов у собак Павлова. Разработанная им методика фистульных операций на животных позволила изучать пищеварение в условиях хронического эксперимента. Каждый раз перед едой животные видели вспышку света. Она настолько прочно начинала ассоциироваться у собак с пищей, что в дальнейшем, когда собаки видели свет, у них начинала вырабатываться слюна, вне зависимости от наличия или отсутствия еды. В особо эмоциональный момент наше подсознание очень восприимчиво. И как собака Павлова цепляется за определенные изображения, звуки или запахи. Прикосновение к змее было для Ольги якорем, который моментально запустил страх, панику и чувство брезгливости. Специалисты выяснили, что является точно таким же якорем для спокойствия, умиротворения и удовольствия. Это оказалась кошка. Ольгу просили в деталях представить и описать мягкую кошачью шерсть и удовольствие от тактильного контакта с животными. А после этого я начал их путать. То есть в той точке, где я говорил про кошку, я начал говорить про змею, в той точке, где я про змею начал говорить про кошку. И тем самым получилось такое микротрансовое наведение, то есть переструктурирование опыта. Если на нее посмотреть повнимательнее, она в этот момент времени начала смеяться. Нет. То есть до змеи дотрагиваться как? В смысле до кошки. Ну, то есть если змеи дотрогать, то это что? Это змеи неприятно. Проще говоря, мозг просто запутался. Какую эмоцию и на какой стимул выдавать? Змея больше не была связана с чувством отвращения и паники так сильно, как раньше. Теперь она вызывала интерес. Когда Ольга все-таки решилась потрогать гигантского питона, он не показался ей ни скользким, ни холодным, а вызвал совершенно иные ассоциации. Сука! Питон, похожий на сумку, ужаса уже не вызывал. Затем с Ольгой проработали еще несколько техник. В самом начале она сказала работавшим с ней специалистам, что ее бы успокоил волокордин. Именно этого лекарства ни у кого из присутствующих не оказалось. Но на протяжении всего эксперимента Ольге периодически предлагали вспомнить его вкус и запах. Ощущения какие на кончике языка, когда чуть-чуть. Представь себе мензурка с волокордином, с мысленным, и ты пьешь этот мысленный волокордин. И вот он попал на кончике языка. Есть такой феномен в гипнозе психосоматической пластичности. Но вот если у человека есть память на воздействие какого-то лекарства, например, мы можем воспроизвести воздействие этого лекарства. Лекарства нет, но погрузили в гипноз и вызвали такие же эффекты в организме, как будто бы человек принял лекарство. Этим механизмами я воспользовался, и поэтому Олю несколько раз я напоил глотками такого виртуального волокордина. Если вы обратили внимание, она реально успокоила. Это все было проделано в комплексе для того, чтобы убрать вот этот именно иррациональный страх. Потому что страх змеи, он достаточно сильный. Уже после того, как эксперимент был завершен, а съемочная группа начала собирать оборудование, произошло что-то совершенно невероятное. Оля сама подошла к звукоинженеру, который в этот момент держал в руках змею и не отходила от питона несколько минут. Ты как ухалю, Василий! На самом деле происходящая не случайность, а побочный эффект психологического воздействия. Мы уже говорили, что в неопытных руках НЛП, по сути, набор методов из различных направлений психотерапии и психологии, может оказаться опасным. Это как раз тот случай. Человек без базового образования в области психологии и психотерапии легко мог бы пропустить такой момент. Специалисты заранее предупредили нас, что сразу после эксперимента Ольгу нельзя будет надолго оставлять рядом со змеей. Да, существуют такие побочные эффекты, поэтому мы в обязательном порядке, когда работаем с людьми, избавляем их от страхов, от фобий, проговариваем, до какого уровня им нужно избегать. То есть, ну, например, страх высоты. Что для тебя достаточно, чтобы ты мог выходить на балкон своего 17-этажного дома, на 16-м этаже и спокойно смотреть, или же ты хочешь теперь сходить по перилам на этом балконе. Да, это разные абсолютно вещи. А люди, которые преодолевают свой страх, они начинают идти гораздо дальше. Поэтому мы ограничения всегда ставим. Это самый опасный из наших экспериментов. Специалисты НЛП попробуют вызвать у добровольца реальные заболевания. Аллергию на цитрусовые. Перед началом эксперимента у героя взяли аллергологические пробы. При обследовании Альфреда, учитывая его данные анамнеза, результаты аллергологического обследования, каких-либо данных за аллергическое заболевание у него нет. Альфред – юрист, но в будущем планирует стать НЛП-тренером. Ему очень хотелось на себе испытать возможности психологического воздействия. К месту проведения эксперимента он приехал за час до назначенного времени. Боялся опоздать. Но через минуту после начала съемки специалисты НЛП предложили все отменить. Господа, я понимаю, но эта ситуация у вас примерно такая же, как у меня. Вы не знаете, что делать, я не знаю, что делать. Он вообще не подходит для вас? Он вообще не подходит. Ну, я не знаю, что с ним делать. Бывают типы людей, когда не знаешь, что с ними делать. К сожалению. Ситуация, которая называется вот такая, безысходная. Альфред не понимал, как вести себя в данной ситуации. Встать и уйти или остаться. Чувствовал свою ответственность за срыв съемки эксперимента. Съемочная группа показательно злилась и выражала свое недовольство происходящим. А НЛП-тренеры, как бы в рамках беседы братьев по несчастью, вспоминали с Альфредом ситуации неловкости и беспомощности, случаи, когда что-то в жизни у каждого не удавалось или приносило разочарование. Особенно из детства и ранней юности. Мы просили, чтобы человек погрузился в свои детские переживания, воспоминания. Так называемая возрастная регрессия. Это гимнатическая техника, она пришла к нам из гипноза. То и дело упоминались апельсины. Их резкий запах или сжение от сока, брызнувшего в глаза. Мы делали модельную ситуацию возникновения психосоматической аллергии. У человека есть три состояния, которые являются пагубными для психического состояния. Это состояние беспомощности, безнадёжности и безысходности. То есть человек попадает в состояние беспомощности, и в этот момент времени ему предъявляется апельсин, который затрагивает несколько каналов восприятия. Он достаточно яркий, от него идёт сильный запах, и вкус тоже понятный. Ну, ощущения при этом тоже определённые возникают. Эта ситуация якорится. В следующий раз, когда человек начинает предъявлять апельсин, и он начинает его есть, он автоматически возвращается в то же самое состояние беспомощности. Самый простой механизм, каким образом нашему бессознательному сделать так, чтобы человек не попадал в состояние беспомощности. Сделать так, чтобы апельсины не попадались на его жизненном пути, и возникает психосоматическая аллергия. Конечно, вовремя упомянуть апельсина в разговорах о детских неудачах и травмах недостаточно, чтобы у человека развилась аллергия. Во время работы Михаил делал ещё кое-что. Периодически описывал в деталях физические ощущения, очень похожие на аллергические реакции. Зуд, слезящиеся глаза, покраснение, заложенность носа. Интересуюсь, не чувствует ли окружающий того же. Какой-то зуд появляется, непонятный. В щеках. Где-где? В щеках? Покажи. Покажи.